10 июля 42 года, вот где-то там, очень далеко отсюда, всего в полутора километрах от турецкого города Трабзон, в море был выловлен мужчина, без сознания. Он лежал на деревянной двери от какого-то сарая, насмерть цепившись в его ручку. В больнице, придя в себя, мужчина назвался Иваном Лагутиным и сказал, что он приплыл сюда из Севастополя. Ну, ему, конечно, никто не поверил. Однако это была чистая правда. Краснофлот Сулагутину повезло. Он, вопреки всему, переплыл в Черное море, выздоровел и вернулся в строй. А там, откуда он плыл, остались почти 100 тысяч солдат, измученных, раненых, без оружия и уже без надежды на спасение. Их ждала или смерть, или флент. Мыс Херсонес – самая крайняя точка Крыма. Дальше – только море. Вот сюда, на 35-ю батарею, вместе с последними защитниками Севастополя отступил и краснофлотец Иван Лагутин. Здесь они ждали корабли Черноморского флота для эвакуации на Кавказ. Десятки тысяч человек, да более в глазах, глядывались в море в ожидании могучей эскадры. А она так и не пришла. Но чтобы понять, почему это произошло и как боец Лагутин переплыл море, придется вернуться почти на год назад. 21 августа 1941 года, ставя своим генералом задачи в русской кампании, Адольф Гитлер заявил, важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма. Рейху нужна была бакинская нефть, а без Крыма дорога туда была закрыта. Для защиты Севастополя из окруженной Одессы эвакуирована Приморская армия. Это помимо 16 тысяч гражданских, 86 тысяч бойцов и командиров, понюхавших пороха и умеющих воевать. Среди них и морской пехотинец Иван Лагутин. Приморская армия готова отразить натиск немцев. Любая точка Крыма южнее Симферополя была в зоне досягаемости советской корабельной артиллерией. Но тут происходит нечто странное. Манштейн рвется к Севастополю, а командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский приказывает вывести флот из Севастопольской бухты. Но их выводят не для того, чтобы стрелять по наступающим немцам. Главные силы флота спешно отправляются в самые дальние порты Кавказа – Батуми, Поти и Туапсе. Объяснение тут только одно. Командование не верило в оборону города и бросило его защитников. Но Севастополь смог продержаться еще более 8 месяцев. Спасли береговые батареи. Главные – сверхмощные две. 35-я, который вышел от Инкермана в июне 42-го года, боец Лагутин и ее сестра. 30-я батарея на северной стороне. Чтобы оценить мощь этих сооружений, я отправляюсь на 30-ю батарею. Удивительно, но она до сих пор в строю Черноморского флота. 30-е и 35-е береговые батареи – последняя надежда Севастополя. Они были построены перед войной для защиты Севастополя с юга и с севера. Но стрелять могли в любом направлении. Немцы называли их «Форт Максим Горький-1» и «Максим Горький-2». Вероятно, за колоссальную силу орудий. Калибр – 305 мм. Когда в 59-м году эти орудия сделали последний залп, в поселке вылетели все стекла. Вот эта башня была установлена уже после войны. Но отличается от довоенных только количеством стволов. Здесь их три. На тех башнях, что защищали Севастополь в 42-м, было по два орудия. Сейчас и на 30-й БББ, что означает береговую бронебашенную батарею. Батареи – важнейшие узлы обороны города. Радиус действия – 44 км. До Симферополя можно добить. Пока они стреляли, Севастополь держался. Любой взрослый мужчина, который попадает в такие места, превращается опять в мальчишку. Я сейчас попробую открыть затвор. Да, открылся. Сейчас замыкаем концевик. И подать снаряд. Вуаля! Орудию 100 лет, все работает. Говорят, что готовность батареи к бою – 72 часа. Это очень мало. Здесь как-то не верятся в рассказы о нашей неготовности к войне. Из этих подземелья можно не выходить наружу 4 месяца. Все свое. Артезианские скважины, электростанции, душевые, кампус и медпункт. Фильтры от газа и запас воздуха. Все в боевой готовности. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда я попал? Мы попали на местный командный пункт. В данный момент мы будем производить проверку нашего оборудования для наведения и для залповой стрельбы нашей батареи. Можете поприсутствовать, конечно. При удовольствии. Мы запускаем генератор, который дает электропитание на счетно-решительную машину, которая выдает нам по координатам углы наведения наших орудий. После этого мы проверяем, собственно, цепь замыкания залповой нашей системы огня. Замыкаем орудие первой башни. Замыкаем орудие второй башни. После этого проверяем предупредительный сигнал залпа. И, собственно, сам залповый сигнал. Все. После этого настройки сбрасываются. Отключается генератор. Оборудование, все полностью исправно. То есть все работает? Все работоспособно. Это мощнейшие инженерные сооружения. Целый лабиринт под землей. Объем бетонных работ при строительстве только одной батареи приблизительно равняется объему бетона в Днепрогрессе. Вот сейчас я нахожусь на глубине 12 метров под одной из орудийных башен. На самом деле это настоящий подземный город. И все здесь работает и выглядит самое главное так, как это выглядело в 42-м году. К сожалению, насколько я знаю, на 35-й батарее ничего этого не сохранилось. И это на самом деле уникальная возможность заглянуть в историю, посмотреть, как оно было тогда во время войны. Оборону Севастополя смело можно назвать войной тяжелой артиллерии. Немцы подтянули к городу сверхтяжелые орудия. 420-мм Гамма, 600-мм Близнецы Один и Тор и 800-мм Монстр Дора. Вот по этим казематам фашисты стреляли чудовищными 7-тонными снарядами. Ни разу не попали. Вся конструкция башни весит 1382 тонны. Вдумайтесь в это число. Но самое интересное, то, что в случае отказа электрооборудования вот эту вот башню без всякой гидравлики способно провернуть вручную всего 6 человек. Хвала и честь инженерам, которые придумали вот это вот чудище. Если возникнет необходимость, за 72 часа сюда подвезут боезапас, пополнят штат и можно стрелять. Учитывая то, что летом этого года 30-я батарея отметила юбилей, 80 лет строю Черноморского флота России – отличный показатель. Вот на этих стеллажах хранились снаряды 30-й батареи. Это один из четырех погребов. Сейчас попробуем доставить снаряд под транспортером. Посмотрим, как это получится. Вот, несмотря на то, что снаряд весит 470 килограмм, это тяжело, но возможно. Вот теперь снаряд может поступить в башню. Севастополь был сдан только тогда, когда на этих стеллажах, как и сейчас, не осталось снарядов. Оказывается, когда по приказу адмирала Октябрьского флот ушел на Кавказ, вместе с ним вывезли и боезапас. Среди них 15 тысяч тонн снарядов для морских орудий, полторы тысячи тонн выстрелов для сухопутной артиллерии. Положение Севастополя было критическим. Он мог пасть еще в декабре 41-го года, что помогло городу продержаться 250 дней и ночей. За ответом я отправляюсь на другой конец Крымского полуострова. Для помощи осажденному Севастополю здесь ранним утром 26 декабря 41-го года началась высадка частей 51-й армии. В Феодосии прямо в порту высадились части 44-й армии. Еще один десант, 1750 человек с четырьмя орудиями, семибальный шторм, сходу захватили сюда. Еще один совсем небольшой десант высадился в Коктебеле. Его составе было менее 30 краснофлотцев. Планировалась поддержка с моря, но она так и не пришла. Десант продержался 12 часов и в полном составе погиб. Операция началась успешно. Уже через два дня наши войска заняли Керченский полуостров и планировали пробиться к Севастополю. Однако немцы, получив подкрепление танками и авиацией, перешли в наступление и отбросили наши силы к Керчи. Ставка приказала Керчь не сдавать, организовать оборону по типу Севастополя. Последним оплотом защитников Керчи стала Крымская крепость. Юрий, откуда немцы наступали, вот когда наши оказались заперты в этой крепости? Наступали с Керченской степи, с запада на восток. Цель была простая – выдавить как можно больше войск в пролив и окружить одновременно разрозненные группы. Чтобы это не удалось окончательно совершить противнику, командование создает несколько рубежей обороны. Один из них был в районе крепости. И вот мы сейчас сходим как раз непосредственно по оборонительному валу 19-го века, но здесь постоянно и густо встречаются одиночные ячейки бойцов, отдельные участки окопов, позиции под пулеметы и не только. Крепость расположена в самом узком месте Керченского пролива – на мысе Ак-Бурун. Снаружи она совершенно незаметна. Так, какие-то холмики. Однако долгое время была одной из самых мощных крепостей России. А можно так сказать, что, по сути, вот эти люди, которые оказались заперты в этой крепости, они в конце 41-го года, по сути, спасли Севастополь. Потому что же Манштейн собирался брать Севастополь. И то, что были высажены десанты, это в тот момент спас этот город и крепость, и порт. Стратегическая задача была просто потрясающая. Она могла бы быть осуществлена, но, как понимают многие специалисты и любители истории, к сожалению, армия и командование наше, к сожалению, еще не было готово к таким глобальным наступательным операциям. И просчеты, допущенные в ходе уже бытности Крымского фронта, показалось, что, ну, к сожалению, мы еще далеки от того, чтобы учить немцев. Мы еще учились тогда, и поэтому это досталось нашей армии горькой ценой. Севастополь продержался дольше благодаря усилиям Крымского фронта, благодаря усилиям красноармейцев и моряков. Ну, и эти же люди, которые надеялись уже в 42-м году выдавить противника из Крыма, оказались за подне на Керченском полуострове. И конкретно вот в этой крепости. Керченская крепость и сейчас поражает воображение. Длина ее подземных ходов, казарм, галерей и казематов составляет десятки километров. В советские времена на территории крепости располагались воинские склады с имуществом и боеприпасами Черноморского флота. Даже в окружении крепость могла бы сражаться очень долго, но случилось иначе. Примерно около 16 мая 42-го года войска, которые здесь сконцентрировались, не смогли справиться с очень неприятным событием. произошел взрыв колоссальной мощности боекомплекта, который долго хранился в Керченской крепости. Взрыв рассек нашу оборону на несколько участков, и противник смог зайти туда, где его не ожидали. И таким образом заблокированные отдельные подразделения в капонирах, в контрминных галереях, в подземных пороховых погребах и так далее не смогли долго сопротивляться. И враг в итоге, естественно, стал уничтожать по отдельности каждое подразделение за подразделением. А каким образом вообще флот участвовал в этой операции по эвакуации этих солдат, матросов? В 42-м году использовали все, что только могло перевезти людей, включая даже рыболовецкие суда, включая даже обычные шхуны и так далее и тому подобное, даже маломерные суда. Пролив не мог в состоянии принять большие суда. И, во-вторых, противник контролировал пролив. То есть он обстреливал хорошо все пространство и мог потопить любой крупный судно. И нужно отдать должное именно этим морякам. Почему? Потому что их легкие суда иногда творили более чудеса, чем гигантские крейсеры. Потому что эта легкая флотилия предоставляла колоссальные объемы груза, постоянно попадая под обстрелы. Вот через этот пролив в ходе эвакуации войск Крымского фронта за 4-5 дней на Таманский полуостров удалось переправить около 140 тысяч человек. 157 самолетов, 22 орудия и 29 «катюшки». Флот выполнил сложнейшую задачу, сохранив эти войска перед труднейшей битвой за Кавказ. Но и не успевшие к отходу бойцы Красной Армии не спешили сложить оружие. Они сделали свой выбор. Кому-то удалось пробраться к партизанам, а кто-то спустился под землю. Здесь в середине мая 42-го года в Аджамушкайских каменоломнях оказалось около 15 тысяч человек, из которых 10 тысяч – это были отступающие разрозненные части 51-й и 44-й армии и около 5 тысяч местного населения. Штольня расходится отсюда на многие километры в разные стороны и на десятки метров в глубину. Кажется, здесь можно и целую армию разместить. Только вот жить здесь месяцами, да не просто жить, совершать вылазки, драться с немцами, не каждый бы смог. Это переносной операционный раскладной столик, на котором здесь, даже в таких сложных условиях, производили операции. Во время операции потолок над столиком занавешивали куском ткани, чтобы каменная крошка и пыль не сыпалась в открытую рану. В таких сложных условиях, при отсутствии перевязочного материала, всяких анестезирующих средств, производились даже сложные операции, такие, например, как ампутации. Даже просто ходить здесь очень тяжело. Штольни очень низкие, идти часто приходится согнувшись. Стены и потолки черные отсажить еще с тех времен. Очень холодно и сыро. Много обрушенных сводов, следы немецких бомбежек. 170 дней, которые не отличались от ночи, столько здесь продержались наши бойцы. Человек за свою жизнь иногда оказывается перед выбором. Иногда выбором тяжелым и смертельным. Вот эти люди, которые оказались здесь в мае 42-го, тоже были перед выбором. Попасть в плен или продолжить сопротивление здесь, вот под землей, в невыносимых условиях, без воды, без электричества, без света, без пищи. И вот этот вот колодец, 14,5 метров, они прокопали сами, вручную. Вот здесь, в этих черных подземельях, лазах, под градом бомб, под ядовитыми газами, без воды, они оставались свободными людьми и продолжали сражаться. Наташа, а это памятник или это братская могила? Нет, это настоящая братская могила. Верхняя братская могила. Чуть дальше нижняя братская могила. В этих двух могилах было захоронено около трех тысяч бойцов, погибших во время большинства из среди них газовых атак. Дальше чуть современная братская могила. Там захоронено сейчас 140 советских бойцов. Большинство из них неизвестны. А это, наверное, самое трагическое место Аджамушкая. Были среди его защитников и дети. Юные разведчики, санитары. Говорят, у одного найденного здесь ребенка в руках был плюшевый зайчик. С тех пор, уже много лет, люди несут сюда игрушки. В память об этих детях. Я возвращаюсь в Севастополь. Вот этими дорогами из Керчи к Феодосии наступали, а затем откатывались наши войска. Не напрасно ли были такие потери? Ведь Севастополь к тому времени фактически стал мышеловкой в глубоком тылу немцев. Может, лучше было бы не пытаться разблокировать город, а эвакуировать войска на Кавказ? Однако, по оценкам историков, если бы Севастополь не оборонялся вплоть до июля 42-го года, а был бы оставлен в январе или даже в марте, вся 11-я армия вермахта и приданные ей части, все эти тяжелые и сверхтяжелые орудия и прочее, убыло бы под Ленинград. Этих сил как раз должно бы хватить, чтобы захватить город весной-летом 42-го года. А почему защитники Севастополя скапливались именно здесь, вот в районе 35-й батареи? Почему не правее в Казачьи, почему не левее? Потому что 35-я батарея находится в основании Херсеновского полуострова, то есть это самая юго-западная точка вообще Севастопольского региона. Естественно, при оставлении самого города, Балаклавы, все войска ринулись именно сюда. С последними частями Приморской армии здесь оказывается и красноплотец Иван Лагутин. Тем более всем было известно, что в районе 35-й батареи Казачьей бухты были построены причалы для эвакуации. Один из причалов находился под скалами 35-й батареи. Вот это вот остатки причала? Это не остатки причала, но вот от самого берега до той скалы был навесной такой причал временный. Ну, кроме причалов здесь еще на самом мысу находился аэродром, оттуда тоже предполагалась эвакуация. И вообще, по воспоминаниям ветеранов, в войсках была такая прочная уверенность, что эвакуация пройдет так же успешно, как и в Одессе. То есть была надежда на эскадру, и все друг к другу говорили, что корабли всех вывезут. Поэтому здесь и скопилось такое большое количество людей. В письмах и мемуарах людей, находившихся здесь в то время, есть и злость, и досада, что Севастополь придется оставить, но и твердые убеждения, что их эвакуируют, и они будут воевать дальше. И такая вера в общем оправдана. Андрей, а это что? Это корабельное орудие? Да, очень интересный экземпляр. Это корабельное зенитное орудие системы КАНЕ, выпуска 1914 года. По одной из версий, эта пушка входила в состав 6-й противокатерной батареи, орудия, которые защищали Одесский порт. При эвакуации войск Одесского оборонительного района осенью 1941 года, эти орудия были демонтированы и перевезены в Севастополь. И позже уже защищали поступок к Севастополю. Устанавливались в ДОТах. То есть я так понимаю, что эту пушку эвакуировали из Одессы вместе с войсками, с вооружением. То есть вполне удачная операция и командовал, по-моему, Октябрьский. Да, это та самая успешная операция к привлечению войск из Одессы. Решение об эвакуации, то есть об отступлении, непростое. Его должен принять военный совет во главе с Комфлота адмиралом Октябрьским и командующим Приморской армии генералом Петровым. И должен утвердить глава Северо-Кавказского фронта маршал Семен Михайлович Буденный. А затем и Москва, ставка Верховного главнокомандования. Из радиостанции 35-й батареи отсылались эти телеграммы на Большую Землю. То есть командование в Москве и на Кавказе оповещалось Октябрьским о принятых решениях, запрашиваясь разрешения. И сейчас, в принципе, можно пройти к главному входу и осмотреть все эти помещения. 35-ю батарею, в отличие от 30-й, после войны решили не восстанавливать. Долгие годы она стояла почти заброшенной, и только недавно, 7 лет назад, здесь открыли музей. И вот здесь стояла башня. Да, в этом колодце была установлена двухорудийная башенная установка, калибр орудий 305 мм, вес каждого снаряда 471 кг. А когда последний раз она стреляла, эту башню? Последние стрельбы эта башенная установка производила 1 июля 1942 года. Для самообороны батареи было запасено 6 шрапнельных снарядов. И когда немецкая пехота поднялась в атаку, командир батареи поставил все взрыватели снарядов на картечь, и за воротом башни расстрелял эти шрапнельные снаряды. То есть вот так вот, в веер? Да, да. То есть орудие работало как огромный дробонник. И что там происходило тогда? Да, можно себе представить. Есть свидетельства тех людей, которые видели, какой был эффект? Командир пишет, что он посмотрел в перископ и увидел, что до сих пор перед этим вся степь была полна бегущих людей, и после этих выстрелов никого больше не было. То есть это было жутко. Выкосило просто. Скорее всего, да, их выкосило. Но, к сожалению, после четвертого или пятого выстрела в башню было попадание тяжелого немецкого снаряда. Командир был контужен, был личным заставом отведен в казематы, и после того, как он пришел в себя, дал команду взрывать батарею. Батарея после войны не восстанавливалась, и сейчас мы видим последствия именно этого взрыва. Можно себе представить, какой мощностью был этот взрыв. То есть сама эта бронебашенная установка была полностью разрушена. И можно посмотреть сюда, что... Два метра бетона. Да, бетонное перекрытие толщиной два метра было приподнято. Естественно, все внутренние помещения, все было разрушено. Да, здесь, да, был очень мощный внутренний взрыв, то есть всю внутренность башни выбросила наружу. То есть вся эта конструкция валяла, ну, валялась, обломки валялись вокруг. И, судя по немецким фотографиям, два ствола, вес каждого ствола 52 тонны, длина 16 метров, они просто как два больших бревна вот так вот торчали из этого полета. Как спички такие в небо торчили. Да, я видел эту фотографию. Ходов, переходов и помещений здесь великое множество. Причем в несколько этажей вниз. Некоторые сохранились хорошо, некоторые взорваны и завалены. Вот последние дни, или даже, я бы сказал, часы жизни батареи, вот перед самым взрывом, сколько здесь вообще людей было? Ну, к первому июля 42-го года здесь порядка двух с половиной тысяч человек командного состава Приморской армии и Севастопольского оборонительного района. Все помещения, коридоры были забиты людьми, ранеными. А кто были эти люди? Ну, это командный состав, старший командный состав. Как командный? Ну, потому что... А где все остальные? 29 июня 42-го во все части поступил устный приказ штаба Севастопольского оборонительного района, чтобы всем высшим старшим офицерам покинуть свои части и прибыть на запасной командный пункт. Вот сюда? Сюда на 35-ю батарею для эвакуации. То есть, фактически, было нарушено управление войсками, и сами войска остались без командования. Ужас какой-то. Это наши, это и флотские части, и армейские части, и артиллерия, они все сражались без командного состава. А кто же управлял вообще войсками? То есть, фактически, управление войсками было потеряно с того момента. То есть, судя по воспоминаниям ветеранов, они довольно-таки прочно удерживали занимаемые позиции, не хватало боеприпасов, но драться можно было еще и как-то планомерно отходить. Но после того, как командование покинуло свои подразделения, и многие части оставили свои позиции и ринулись сюда, на Херсоновский полуостров, для эвакуации. Представьте, ваш батальон держит оборону, и тут вашего майора комбата вызывает штаб, и он не возвращается. И соседние комбата не возвращаются, и комполка тоже в штабе, и комиссар. А штаб-то уже на самом берегу, и пирс рядом построили. Вы бы что подумали? А вы бы сразу поспешили туда же, на пирс. Какой бы личной храбростью ни обладал человек, мысль о том, что всех эвакуирует, а ты вот можешь не успеть, обязательно придет в голову. А сколько людей можно было эвакуировать с этого причала? Что он собой представлял? Какие корабли могли к нему подойти? Чтобы понять это, я попробую подойти к этому месту с моря. Бывалые моряки не любят эти места. Тут, возле мыса, почти всегда свежий ветер и достаточно непредсказуемые течения. Они глубоко под водой, острые скалы. Приставать к берегу в этом месте, как, впрочем, и отплывать, очень опасно. Видите, вот этот камень с остатками металлоконструкции. Это тот бывший пирс. Это вот то, что был пирсом? Да, именно он. Вот отсюда и происходила, собственно говоря, эвакуация. Ну, правда, далеко не всех, как вы наверняка знаете. Ну, вы вот в курсе, какие местные течения вот здесь вот есть, я имею в виду, вот в этом районе, в районе вот этого вот мыса? Вот насколько реально, если человек, допустим, сооружает какой-то плод, насколько реально отойти от берега и оказаться, допустим, у берегов Турции? Самое главное преодолеть прибойную зону, чтобы не разбило об те же камни. В дальнейшем уже, как у... Течения здесь обычно небольшие. Один-два узла, ну, от двух до четырех километров в час. Ну, и, как правило, вдоль побережья работают. В Черном же море, в основном, течение за счет работающей ветра и то, в каком направлении он дует. С тем же успехом можно учить и в Румынии, и в Болгарии. Ну, если, разумеется, ветер сильно западный, получается, мы сейчас кормой к востоку находимся, то из-за сильного прибоя мал шанс выгрезти отсюда. То есть это вообще нереально? Ну, вероятность, конечно, есть. Например, вот, ну, что вот читал, даже помню давно, были отдельные случаи. На плотах пытались пробраться вдоль, как говорится, этого побережья, в незанятые, допустим, противником района, и оттуда попытаться прорваться к партизанам. Говорят, единичные случаи такие и были. Но все равно, сильный ветер все-таки не позволял это сделать. Плюс еще фашистская авиация сверху, которая целенаправленно охотилась не то, что за катерами, да даже за шлюпкой или плотом. То есть им были интересны даже такие маленькие цели? Им было абсолютно все равно, за кем охотиться. Даже за одиноко плывающим человеком. Был даже очень трагический случай, и не один. Когда вот ночью пытались моряки, солдаты выгребать отсюда, вручную буквально, самодельные полосредства делали, ну, вроде спаджилета, например. Чуть ли не бревно, ни кусок чего-то там плавучего. На горизонте появлялись катера, подходили ближе. На самом деле это были итальянские катера, которые беспощадно рубили их винтами. И не было никакой попытки их даже спасать. Маленький причал, очевидно, не мог вместить большого количества людей. Чтобы проверить, так ли это, я попробую опуститься под воду. Пирс начинался прямо здесь. Согласно рассказам очевидцев, на нем скопилось такое количество людей, что он рухнул под их весом. Вот эта скала, это и есть его край. Вообще, хотелось бы нырнуть и посмотреть, а что осталось на дне от тех трагических дней. Несмотря на позднюю осень, вода в Черном море достаточно теплая и, на удивление, прозрачная. Единственное, что серьезно ограничивает видимость, так это немыслимое количество медуз, которые вдобавок обжигают незащищенные участки тела. Дно здесь действительно очень сложное. Сюда не то что линкоры, катера с трудом пристанут. Очень много подводных скал. Тут надо осторожно. Снарядов, мин пока не видно. А осколки встречаются, много. В течение часа удалось обследовать довольно значительную площадь. И я вижу, что даже дно в районе 35-й батареи напоминало поле боя. Нагромождение бетонных и металлических конструкций, обломков пирса указывают на то, что он не был ажурной конструкцией. Если он рухнул, значит на нем действительно скопилось очень много людей. А вот якорь. Судя по размеру, якорь от небольшого корабля типа морского охотника. Или типа этого. Я читал о том, что моряки, чтобы взять как можно больше людей на борт, выкидывали с кораблей все лишнее. Даже якоря. Видимо, это один из этих якорей. Ведь это тоже памятник героизму моряков Черноморского флота. Кто и зачем отдал приказ убрать командиров с передовой? Был ли приказ, оставляющий Ивана Лагутина и десятки тысяч других солдат без руководства, правильным? Чтобы понять это, я возвращаюсь на 35-ю батарею. В ночь с 30 июня на 1 июля здесь, в кают-компании «Батарея» собрался военный совет Севастопольского района. Да, вот в этом он составил. Во главе с адмиралом Октябрьским и командующим Приморской армией генерал-майором Петровым. На этом военном совете адмирал Октябрьский зачитал текст телеграммы, полученную из Москвы от наркома ВМФ Кузнецова, в которой разрешалось саму Октябрьскому, а также командирам в количестве 200-300 человек эвакуироваться из Севастополя. То есть речь о спасении всего личного состава войск Севастопольского оборонительного района, в том числе и ранних, даже не шла. А реальные цифры тех, кто остался? Реальные цифры, конечно, озвучиваются сейчас самые разные цифры. То есть в своих воспоминаниях утерянной победы. Манштейн пишет, что здесь, на северо-западной оконечности Крымского полуострова, в начале июля было взято порядка 30 тысяч человек. Но в эту цифру входит и гражданское население. По советским же данным, самым последним, с учетом тех войск, которые оставались в начале июня 42-го года здесь, в Севастополе, потери этих войск учитывались, вывезенные, раненые, маршевые пополнения. То есть пришли к цифре 80 тысяч человек. Продолжали сопротивляться, командование приняли на себя, сержанты, старшины, какие-то офицеры, не старше майора, судя по воспоминаниям. Всех этих людей обрекли на гибель? Да, то есть изначально во всех этих телеграммах, директивах речь о спасении всей армии даже не шла. То есть только о спасении вот этой вот группы людей? О спасении командного состава. В этом, вероятно, есть стратегическая необходимость. Грамотные, обстрелянные, опытные командиры нужнее ведущей страшную войну стране, чем простой пехотный Ваня Лагутин. Но у тех десятков тысяч отчаявшихся людей, что собрались возле батареи, у причалов под берегом, своя правда. А что это за ход, куда мы спустились? Мы сейчас спустились на глубину 30 метров от поверхности земли. Это левая паттерна, которая ведет к левому командно-дальномерному посту. Длина ее 250 метров. Именно этим путем уходил с 35-й батареи генерал-майор Петров со своими офицерами. А люди здесь сидели тоже? Ну, скорее всего, здесь никого не было, потому что вообще охраной и эвакуацией высшего командного состава Приморской армии и флота занималось специальное подразделение 017. Были отцеплены командно-дальномерные посты левый, неправый. И, скорее всего, здесь никого в тот момент не было, потому что был маршрут эвакуации. Но зато после взрыва батареи казематы эти сохранились, как мы видим. Сюда, как в укрытие, набилось очень много людей, потому что деваться больше было некуда. И по свидетельствам очевидцев, можно себе представить, что электростанция уже не работала, здесь была кромешная тьма. И здесь, плечом к ключу, вдоль этих стен сидели люди, подсвечивая себе лишь зажигалками и карманными фонариками. И, проверяясь через этих людей, можно было видеть здесь, тут там вспыхивающие вот эти вот огоньки фонариков и зажигалок. Судьбы людей, которые остались здесь, в Севастополе, после убытия командования, сложились по-разному. Генерал Новиков эвакуировался, однако утром корабль был замечен немцами, обстрелян, и генерал попал в плен. Погиб через два года в немецком концлагере. Комиссар Севастопольской авиагруппы Борис Михайлов эвакуироваться отказался. До конца оборонял Херсонесский аэродром, там же и погиб. Командир 456-го погранполка, майор Рубцов, пропал без вести. Офицер НКВД Григорий Заправский вывозил из Севастополя ценности Госбанка и армии. Одних орденов 300 килограммов. И доплыл до Тамани, и сдал кому положено. Кстати, это был двоюродный брат моего деда. Военнослужащие должны выполнять приказ. Если приказ эвакуироваться, значит надо уходить. Но что у них было на душе, когда они шли по этим коридорам, оставляя за спиной, бросая тысячи и тысячи людей? Вот есть такое понятие, точка принятия решения. В какой момент решение было принято неверно? Вот с вашей точки зрения. Ну, с моей точки зрения, вообще, вот эта вот критическая точка, это 29 июня, этот умстный приказ всем командирам и штабам покинуть свои воинские части. То есть это тот самый момент, который, в общем, обрек людей на гибель. Обрек, да, всю оборону, всех людей на гибель. То есть с этого момента начался такой необратимый процесс. То есть любой противник пытается нарушить связь управления своего врага. А это сделало собственное командование. И дальнейшая оборона уже держалась, собственно, на героизме людей. Вот эти скалы, это и есть некий рубеж трагедии. Здесь в начале июля 42-го года скопились сотни, да кто их считал, тысячи бойцов и командиров. И это были не просто бойцы, это были закаленные бойцы. Они защищали Одессу и Севастополь. Днем они ходили в контратаки, а по ночам спускались сюда, на эти скалы. Они вглядывались в ночное море в ожидании эскадры, которая должна была увезти их отсюда. Но так и не дождались. Октябрьский верил, искренне верил, что здесь оставалось всего 5000 человек. Что цифра 80, а тем более 100 тысяч, это вообще ненаучная фантастика. Да, он почему-то вот это свято верил, да, почему-то вот как... Было решено еще тогда на военном совете здесь, в казематах 35-й батареи, что людей здесь осталось не более 5000, не более дивизии. И даже после войны, когда ветераны писали ему, что народу осталось намного больше, никто их, конечно, не считал, что колонны шли, вытянувшись от Севастополя до Большесарая. Октябрьский в это отказывался верить категорически. Страшно было верить в эти цифры. Потому что это катастрофа. Страшно человеку осознавать, что он как бы стоит у истоков этой катастрофы. Да, являлся одной из, может быть, небольших, а может быть, больших причин вот этой трагедии. Война кажется кровавым хаосом, но на самом деле это точная наука. Что нужно для наступления и что для обороны, как высаживать десанты и как надо отступать, все это известно, проверено и испытано в тысячах войн и преподается в военных училищах и академиях по всему миру. Выбрать удобные места для подхода плавсредств, выделить средства ПВО, разместить боеспособные соединения на рубеже прикрытия и эвакуации, организовать правильную оборону и отход частей, выиграть время, хоть неделю, хоть три ночи и вывозить, вывозить максимальное количество раненых, мирных жителей и самих бойцов. Это надо было сделать, но ничего сделано не было. Надеяться можно было только на себя. Для спасения в дело шло буквально все, что могло держаться на воде. Вот такие вот бревна, доски, остатки деревянных строений. Вот именно так и покинул Крым Иван Лагутин. А ведь по прямой до Трапзона аж 650 километров. Что привело к катастрофе? Неизбежная на войне случайность, стечение обстоятельств, следствие паники или равнодушия? На страницах исторических исследований встречаются все эти версии. В советское время по понятным причинам об этом не писали. Да и сейчас отыскать что-нибудь о херсонесской трагедии непросто. А вот пара очень интересных находок. Вот это вот очень любопытный экземпляр. Обратите внимание, год издания 42-й. Год, надо сказать, очень тяжелый для страны. Враг рвется к Волге. Он у ворот Сталинграда, Ленинграда и Севастополя. А в этой книге обсуждаются подробности гибели некоторых кораблей. Гангута, императрицы Мария и даже Титаника. Ведь это говорит о том, что в самые тяжелые времена флоту уделялось самое пристальное внимание. И напрашивается еще один вывод, более грустный. Если бы пришлось выбирать между сохранением флота и спасением людей, руководство страны выбрало бы флот. В музее истории Черноморского флота стоят макеты всех кораблей того времени. Линкор, Парижская коммуна, крейсера, эсминцы. Та самая эскадра, которую так ждали защитники Севастополя. А вот как вы считаете, в чем причина вот этой вот трагедии 35-й батареи? Ну, я так называю, 35-й батареи. Ведь столько людей, краснофлотцев, артиллеристов, пехотинцев. Их так, в общем, и не смогли эвакуировать. Если бы бросили офицерский состав адмиралов, генералов. Ну и представьте, если бы так же, как и Паулюса, наших пленных из-под Севастополя, города русской славы, где-то по одной из площадей Германии провели, это что, повысило бы моральный дух в войсках и во флоте? Это бы его свело на нет, напрочь. И такого опыта больше у нас не было. Потому что это боевые действия за Одессу. И эвакуация оттуда без единой потери, непревзойденная в ходе всей войны. Операция была проведена флотом, командующим флотом Октябрьским. И оставить его здесь? Да нужно было еще и освобождать все, что заняли гитлеровцы, накопив силы. Да, много людей осталось в плену. Многие погибли. Гитлеровцы на бреющем полете раненых расстреливали. Когда те на носилках на берегу лежали, дожидаясь подхода. Румыны сыграли свою определенную роль. Они подходили на транспортах и на русском языке кричали, плывите к нам наши. Сразу попадали в плен. Ну, сражаться, конечно, сражались. Пока патроны были. А потом и те закончились. В те страшные дни тысячи людей ждали на Херсонесе спасительную эскадру. А какая эскадра могла подойти к этому причалу? С помощью севастопольских дайверов я отправляюсь исследовать дно в самой западной точке Крыма. Первое впечатление. Очень мелкое. Материковая часть продолжается далеко в море. К тому же, то и дело, торчат отдельные скалы. Почти до поверхности воды. Конечно, ни о каких крупных кораблях здесь не может быть и речи. Осад калинкора почти 10 метров. Крейсера 7. А сюда могли подходить, пожалуй, только легкие катера и минные заградители. Вот что-то вроде этого лежит тут, на дне. Сколько человек они могли взять на борт? 25? 50? Ну, с диким перегрузом 70? Капля в море. Сотрудники 35-й батареи ведут огромную и кропотливую работу по поиску следов последних защитников Крыма. Здесь, на стенах Некрополя, имена тех, кто боролся и умирал на этих берегах. Список далеко не полон, но сегодня здесь появится еще одна фамилия. Иван Трофимович Дедищев, рядовой 109-й стрелковой дивизии, пропал без вести 7 июля 42-го года. Недавно его останки были найдены на подступах к батарее, и сейчас волонтеры поисковых отрядов передают их представителям Воронежской области, откуда он был родом. Андрей, можно ли проверить по спискам, по вашим фондам, встречается ли фамилия Логутин в числе тех, кому удалось с батареи эвакуироваться? Да, у нас существует база данных последних защитников Севастополя. Сейчас мы посмотрим, есть ли у нас информация о Логутине. Локтевонов, Лошков, Леви, Лещенко, Липкин. Нет, но вообще такой случай не единичный. То есть обреченные защитники Севастополя здесь в начале июля 42-го года спасались зачастую на подручных плавсредствах, выходили в море. Судьба этих людей различна. Кто-то погибал в море, кого-то подбирали корабли и подводные лодки, но кто-то действительно оказывался у берегов Турции. А еще какие случаи бывали? Я имею в виду, куда им еще удавалось добраться? Может быть, в Румынии, может быть, до Кавказа. Были такие случаи? Да, вот, к примеру, участники 16-суточного перехода от мыса Херсонес до берегов Кавказа. То есть три авиамеханика Севастопольской авиагруппы, которые уничтожали здесь на аэродроме авиационное и техническое имущество, а также к ним просоединился боец Приморской армии. Они также нашли под скалами лодку, у них был небольшой запас продуктов, воды, и они вышли в море. Этот переход длился 16 суток. К счастью, им удалось всем выжить, и у берегов Кавказа их уже заметил советский самолет-разведчик. К сожалению, начался шторм, шлюпку отнесло, координаты были утеряны. Но через несколько дней тот же самолет-разведчик снова их заметил, и из Новороссийска вышел катер, стражевой катер, и их спас. 42-й год для нашей армии очень точно назван учебным. Армия, вся страна тогда училась воевать, и в процессе обучения получала горчайшие уроки, совершала страшные ошибки, платя за науку сотнями тысяч жизней. Но именно тогда огромное количество людей показали всему миру, как умеет сражаться русский солдат. Что такое наш русский характер? Мы знаем имя Ивана Лагутина, еще нескольких человек, которые чудом доплыли до чужих спасительных берегов. А скольким это не удалось? Но все они, проявляя выдающийся героизм, вовсе не думали сдаваться в плен на милость врагу. Такой выбор был для них невозможен. Когда в 1812 году Наполеон входил в Москву, жители покинули город. Лев Николаевич Толстой, герой, кстати, первой обороны Севастополя, написал об этом такие строки. Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса, хорошо это или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть. Это было хуже всего. Но разве эти строки написаны не про Ивана Лагутина? Смириться, склонить голову, когда силы неравны и выхода нет. Может быть это правильно и даже логично, но только не для русских. Русские не сдаются. И пока это будет так, будет и Россия. Русские не сдаются.